МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Акция «Праспеваем гимн разом» и святочный салют стали кульминацией святкования Дня Незалежности у Гомеля. На святочных пляцовках областного центра собралось около 15 тысяч человек. Без 5-ти хвилин 11 гомельчане во унисон проспевали вядомые кожному родки «Мы, белорусы, мирные люди». Акция стала традиционной, селета так само объеднала разом представников разных поколений и профессий. Такое одиное выканание гимна – это признание у любови и отданности своей родиме. После финального аккорда небо над Гомелем с четырех кропок города раскветили салютные огни. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У святочных мероприемствах с нагоды Дня Незалежности у регионе приняла уделка 90 тысяч человек. За их 41 тысяча – у областных центра. За парадком сочили представники правоохолных органов. Еще напереды Дни Свята усе подразделения милиции Гомельской области перевели на узмоцененный режим несения службы. Практично 100% особого состава было заденчено подчас проведения урочистостей. Ни на одной из пляцовок, где проходили массовые гуляния, не зафиксовано с даренью. Вчера на территории города Гомеля и Гомельской области состоялся День независимости, как и во всей республике. Благодаря тому, что личный состав органов внутренних дел находился на усиленном варианте несения службы, каких-либо правонарушений в местах проведения массовых мероприятий допущенного не было. Все прошло организованно, красиво, и каких-либо замечаний со стороны власти в адрес милиционеров не поступало. Специалисты Гомельской областной клиничной больницы сегодня провели выездные приемы в Хойницком районе. На протягу трех годин консультации проходили у поликлиницы. Урочи так само наведывали на дому пациентов, которые не смогли провести самостоянно. В составе выездной группы областной клиничной больницы лепшие специалисты установы, первоважно загадчики отделений. Дмитрий Котов протягнем. Информационная работа у Хойницкой ЦРБ распочалась за 10 дней до визита у представников областной больницы. Пациентов поведомляли об махчимости звернуться за медицинской допомогой до лепших специалистов региона. Ею вырошились корыстаться многие. Загадя стало вядомо, что на прием пройдет 60 человек. Однако звернуться за консультацией можно было и без попереднего записи. Примали у всех жадающих. Видите, сколько много людей собралось сейчас. Ну, чтобы почаще приезжали, конечно. Чтобы нам не ехать туда, в областную больницу. На месте все это совсем другое. Так что спасибо, что вы приехали, вот и мы побыли. Подобные выездные приемы проходят постоянно. Пировага надается наибольшь отдаленным от областного центра и потерпел ему вынику аварии на Чернобыльской АЭС районам. У составе группы, якая сегодня наведала Хойницкий район, неуролог, гастроэнтеролог, ураж, ультрагуковой диагностики. Звычайно приезжают самые запотребованные специалисты, послуги яких нельга отримать у ЦРБ. У нас есть такой, можно сказать, стандартный набор специалистов, который мы предлагаем каждому району. Но и графики, и количество специалистов, состав корректируется с учетом пожеланий администрации больницы, с учетом пожеланий населения района. В частности, вот и сегодня в коридорах мы видели мам с маленькими детками, которым необходим был врач-детский невролог, которым затруднительно добираться до областного центра. Урачи проводят консультации не только у поликлиницы, а и у стационары. До того же продуглеженный выезд до пациентов, которые находятся дома. Одна из главных задач – проведение мастер-классов. Некоторые приемы проходят с уделом мясцовых молодых урачов. Каштовные парады от большевопытных коллег – добрая махчимость повысить свой профессийный уровень. Плановые консультативные выезды областных специалистов – это очень удобно. И для пациентов, которым не надо ездить в Гомель, в областные учреждения, которые могут получить плановую помощь именно тут на месте консультации. Так и для наших специалистов, которые могут получить какие-то мастер-классы от областных специалистов в плане диагностики, в плане лечения заболеваний, также организационно-методическую помощь. За шесть месяцев этого года выконано больше за 100 подобных выездов. Допомогу отримало коля 800 пациентов. Ранее график складался на квартал. Зараз он изменяется каждый месяц с уликом мониторингу демографичной ситуации и пропанул администрации районных больниц. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель» с Хойников. Темчасом у «Гомеля» волонтеры размальовывают стены новых корпусов областной детячей больницы. Это самый догача Каннебудовничный объект региона. У створения яркого обличия новой медустановы поудельничали 58 студентов, будучих архитекторов. Подробности в наступном сюжете. Получилось, смотрите, вот ту картинку, которая перед этим была, вот на угол, да, и эти, если две вместе их соединить, можно посмотреть, что будет? Бурное обмеркование ярких планов студенты университета транспорта затверджают с медиками эскизы будущих картин. Малевать их будут не на полотне, а прямо на стенах областной детячей больницы. Два годы тому яе почали добудовывать и реконструивать. Зараз заключенный этап. Опошние штрихи до портрета нового комплекса вы решили додать студенты Гомеля, активисты БРСМ. Сейчас мы рисуем цветочную композицию, и закончена она будет примерно через пару часов. Увогуле на одну композицию потребны некольки дзен, с початку накиды мелом и только потом за фарбы. Усяго колядоры и палаты установы проугожатям аль полсотни малюнков. Медыки-особисты затверджали их колеры и оттене, бо кожный из них мает свой уплыв. Головная мета с допомогой пылной палитры, полепшись эмоциональный стан детяти, расслабить его перед болючей процедурой и оттягнуть увагу от стрессовых думок. Какие-то рисунки будут познавательные моменты, некоторые рисунки будут обучающие моменты, некоторые рисунки, конечно, прежде всего, это отвлекающая терапия, психоэмоциональный комфорт необходим для ребенка. Это будет, конечно, благоприятно влиять и на состояние ребенка, и на его выздоровление, и на его психоэмоциональный микроклимат. Усяго в борьбе с больничным настроем отгукнулись и поудельничать 58 студентов, будущие архитекторы. Дата сдачи объекта наближается, тому працуют каждый день. И это при том, что зараз у их сессии. Выкладчики, глядя на стороны студентов, вы решили уличить это при оценивании практики. Хоть для самих юнаков была и иншая мотивация. Это довольно-таки интересный процесс, который требует творческих порывов. И я думаю, что каждый человек, который внес какой-то вклад в эту больницу, будет этим гордиться. И поколь одни размалевывают стены внутри, иншие оформляют будинок на дворку. У Кастрышнику 2016-го этот объект был официально обвешанной галоны молодежной будовли региона. Студотрады БРСМ працовали круглый год, не глядячи на расклад працанного семестра. И на вот опошние дни будовництва молодежный десант позиций не покидая. Дорогие, Гомельская область была одинной у республиции, где не было шмат профильной дитячей больницы для оказания специализованной допомоги. Новый комплекс занял два с половой гектары. На их три реконструированные будинки и два новые корпусы. Открытие заплановано на этот месяц. Вероника Варашилина, Ганна Ковалева, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке агентства «Телена Вин». Есть работа. 10 липня на хвалях 103,7 FM стартует новый проект, который будет соединять в работе у Латковании. Инициатива належит Гомельскому Абл-Ваканкаму. Проект станет часткой радиопрограммы «Открытая студия», которая выходит в эфир уже больше за 15 лет. У якости гостей у студию будут завитывать керавники комитета и управления по праце занятости социальной обороны. А так само представники кадровых службов, розных ведомств и предприемств, где есть открытые вакансии. Слухачи отримают полную информацию от процедавцев, например, об заработной плате, умовах працы, потребованиях до соискальника. У гостей студии откажутся на питание жахароу регионы, которые относятся ситуации на рынке працы и саденничания у праца у Латковании. А кроме того, яны расслымашат особливости законодавства об занятости насильництва, расскажут об правоадукации, беспрацелных громадян и парадку предоставления субсиды для организации предприемальницкой деяности. Одной из ведущих рубрики станет добровядомая слухачам-журналистка телерадио компании «Гомель» Олеся Пярова. Будем говорить о свободных вакансиях, будем помогать людям найти работу. Также будут приниматься телефонные звонки, вопросы от наших радиослушателей. Поэтому я надеюсь, что подобная программа поможет найти работу каждому. С учетом того, что она будет иметь практический характер, мы будем рассказывать и о заработной плате, и об условиях труда, и о предоставляемых соцпакетах. Поэтому каждый может найти ответ на волнующий его вопрос. Плануется, что программа будет выходить, что месяц, а с часом максимум раз на тыдень. Наближаются резервовые дни централизованного тестирования. Планом «Б» в Украине планует скористаться 854 абитуриенты. Усе яны документально подтвердили уважливые причины, по яких не смогли пройти выпробование в основные дни. Так, у резервовой даты 6, 8 и 10 липня централизованное тестирование пройдет в Белорусском державном университете. Большость резервистов будут сдавать русскую мову. Это 240 человек. На математику записалися 132 абитуриенты. Правила проведения тоже. При себе необходимо иметь пашпорт и ручку с черным стрижнем. Централизованное тестирование по основным графику скончилось у Беларуси 2 липня выпробованием по сусветной истории. Сертификаты с выниками ЦТ начнут выдавать с 10 липня. Сюрприз своим прихильникам рыхтует областный драматичный театр. У пятницу 13 липня глядачау чакает незвычайный ночный показ спектакля «У Гоголь Фатум». Перед его початком гостям пропонуются у мистичную атмосферу за кулисе. У сопровождении ПВДРО публика пынецца у самых патаемных кутках театра, а шляху глядельную залу будет с усим незвыклым и наполненным ничаканностями. Гоголь Фатум недавняя премьерная постановка театра. Жанр спектакля вызначенный як литаргия, стан, якого у сёжице обаялся Миколай Гоголь. Персонажи действа знаходятся на мяжи, явы и сну гоголевской фантасмагоры и реального життя. Админістрация театра попередживает аматоров мистичной истории. Колькость местов на ночный пляцоках областного центра. Организаторы обьяцают порадовать гостей старожитными традициями и ритуалами, театрализованными концертами и веселыми гульнями. У советским районе свято будет проходить с 16 до 20 годин у микрорайоне Любинске. На озерах по улице Макайонка у центральном районе оно почнется в 17 годин. А у Чугуночном районе у зоне от подшинку каскад озер по улице Озерной и проспекте космонавтов. Мероприемство протягнется с 18 до 20 годин. Коротко про надворье. У ближайшие дни на территорию в области пройдет потепление, однако дожжи не спынется. Сенне у ночи температура поветра складе кле 12 градусов тепла. Завтра у день слупок термометра уздымется до плюс 25. И, згодно с прогнозом синоптиков, четвер один и ясный день на гэтым тыднем. Температура поветра у ночи до плюс 15, у день до плюс 23. У суботу и неделю дожливый характер на дворье заховается. Поветра прогреется до 24 градусов тепла. Гэта и иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте у интернет по адресі www.tvrgomil.by Далей у эфиры де-факто и спортивный огляд. Я ж з вами развитваюся. Усего доброго и до встречи у эфиры. Эфир телеканала Беларусь4 продолжает де-факто в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Массированная отработка автомобильных дорог сразу после продолжительных выходных. Сотрудники ГАИ Гомельской области снова пропустили автомобилистов через фильтр. На этот раз внимание стражей дорог было приковано к самым оживленным магистралям и трассам ведущим Гомелю и райцентрам. Больше всего инспекторам встретилось водителей которые не прошли государственный техосмотр. Более 60 нарушений. 14 владельцев транспортных средств не имели прав. 4 отправились в поездку под шофе. 24 автомобилиста попались на том, что не были пристегнуты ремнем безопасности. По мнению ГАИ спецмероприятие фильтр доказало свою эффективность и влияет на укрепление дисциплины участников дорожного движения. В целях усиления дисциплины участников дорожного движения в предупреждении детского дорожно-транспортного травматизма, а также выявления пресечения фактов нарушения правил дорожного движения со стороны участников дорожного движения. Сотрудниками госавтоинспекции на территории Гомельской области проводилось специальные мероприятия по названиям «Фильтр». В ходе отработки сотрудниками госавтоинспекции проверялись транспортные средства, а также перевозимые ими грузы. Также сотрудники госавтоинспекции особое внимание уделяли физическому состоянию водителей транспортных средств. Родилась в рубашке в Гомеле на пешеходном переходе девочка едва избежала наезда грузового автомобиля. Это произошло на улице Ильича. Мать встречала дочь на пешеходном переходе, но та уронила мобильники. Женщина на секунду отвлеклась, чтобы его поднять. А девочка продолжила переходить улицу и именно в этот момент едва не угодила под колеса грузовика. По непонятным причинам масса выехала на полосу встречного движения и чудом миновал юного пешехода. Судя по видео, мать даже не увидела, что произошло, ведь на мгновение упустило ребенка из виду. Не исключено, что у большегрузной машины отказали тормоза. Подарили шанс. В Гомеле сотрудники МЧС спасли женщину. В ее квартире на проспекте Космонавтов случился пожар. Когда спасатели прибыли к месту вызова, то обнаружили, что из окна квартиры на четвертом этаже шел дым, а сама хозяйка находилась на лестничной площадке в тяжелом состоянии. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание и вынесли потерпевшую на улицу. Была обнаружена и спасена хозяйка горящей квартиры, которая была осмотрена работниками МЧС медицинской службы, передана работникам скорой медицинской помощи, после чего госпитализировано медицинское учреждение. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем. Схватил за воротники выволок из ресторана. В Гомеле милиция разыскивает мужчину, который стал героем этого видеоролика. Народному мстителю не понравилось поведение пьяной посетительницы, и он потянул ее по полу к выходу. Оказалось, вышибала не охранник заведения, а частый клиент, который решил таким образом напомнить женщине о нормах поведения. Правда, по мнению пользователей соцсетей и людей, которые на момент инцидента находились в ресторане, он сам перешел черту морали. Теперь у милиции имеются к нему вопросы. Таков обзор происшествий. К этому часу оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Белорусская сборная выиграла медальный зачет чемпионата Европы по гребле на байдарках и каное среди юниоров и молодежи до 23 лет. Континентальное первенство проходило в Италии. В активе белорусских атлетов 15 наград, 8 из которых – золотые. Спортсмены из Гомельской области принесли в общую копилку 3 награды высшего достоинства. Двукратными чемпионами Европы стали Кирилл Смоляник и Владислав Литвинов. В числе сильнейших атлетов континента – Антон Новак, Анастасия Жук и Александра Калаур. Также спортсмены из нашего региона завоевали 3 серебра и 1 бронзу. В польском Люблине в эти дни проходит чемпионат Европы по плаванию среди спортсменов с нарушениями слуха. Гомельские атлеты принесли в копилку белорусской команды 2 награды. Оксана Петрушенко выиграла серебро на 50-метровке брасом. В эстафете 4 по 200 вольным стилям у белорусок также второе место. В составе четверки были Оксана Петрушенко и Мария Рудько. Успешно выступили гомельские дефлимпийцы на молодежном чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходил в столице Болгарии – Софии. Гомельчанин Александр Майстренко стал чемпионом континента в прыжках в длину и высоту. Владлена Зубрякова показала второй результат в секторе для прыжков в длину. До золота гомельчанке не хватило одного сантиметра. Еще один спортсмен из Гомеля Кирилл Войтик занял седьмое место в прыжках в длину. Всего на счету сборной Беларуси пять медалей. И шестое место в общем зачете. Команда Гомельской области заняла второе место в общем зачете на домашнем чемпионате Беларуси по велосипедному спорту. Надо сказать, что сборная нашего региона участвовала в турнире в сильнейшем составе. В мужской гонке с раздельным стартом первое место занял чемпион мира в этой дисциплине речичанин Василий Кириенко. Со вторым временем дистанцию в 38 километров преодолел Бронислав Самойлов из Витебской области. Замкнул тройку сильнейших еще один велогонщик из нашего региона Константин Севцов. Индивидуальная гонка у женщин завершилась победой представительницы Брестской области Елены Амелюсик. Со вторым результатом финишировала наша Ирина Савенко. У девушек до 23 лет чемпионкой страны стала Анастасия Дедикова из Будокошелева. На втором месте Анна Теих из Минска. В групповой гонке девушки поменялись позициями. Менчанка финишировала первой. Анастасия Дедикова довольствовалась серебром. Музырская славя возглавила таблицу чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге. В 13-м туре мазыряне со счетом 2-0 на выезде обыграли футбольный клуб «Лида». Из других представителей нашего региона победу смог одержать только Светлогорский химик. Со счетом 2-0 обыграны Барановичи. Житковический ЮАЗ и Гомельский локомотив потерпели поражение от Слонима 2017 и Бобруйской Белшины соответственно. В турнирной таблице житковическая команда располагается на 9-м месте. На железнодорожнике на 11-м. Химик на 13-м. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.